В Народном театре Артёма состоялась премьера спектакля «Спящая красавица». На сцене местного дворца культуры угольщиков самодеятельные артисты показали детям и взрослым волшебное представление, наполненное музыкой и танцами. Что-то приятное! Через 16 лет, в один прекрасный день, принцесса уколит руку перед ног и от этого умрёт! Перед началом спектакля состоялась пресс-конференция, где на вопросы СМИ и представителей культурного сообщества отвечали глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звенятский, Яна Мялк, художественный руководитель проекта Народные театры «Приморья» и режиссёр Артёмовского народного театра Александр Лаврищев. Ну что, я рад, что это произошло. Вдвойне благоприятно, что это рождает рядом город Арсеньев, в котором мы с вами, если будет настроение, окажемся в ближайшие март месяц, где, вы видите, названный цикл «Зажигает огни», там идут репетиции уже полгода, и далёкий, далёкий Дальнегорск, где тоже полгода идут репетиции очень любящих женщин. Проект Народные театры «Приморья» создан по инициативе главного режиссёра театра имени Горького Ефима Звенятского при полной поддержке губернатора края Олега Кожемяка. В настоящее время в труппе Артёмовского театра состоят 30 человек в возрасте от 15 до 70 лет. Это народные артисты самых разных профессий. «Поект – это второй год, и это второй спектакль. И, конечно, непростая задача – сохранить коллектив. Вот мы, тем более, не профессиональных людей, а людей, у которых есть свои основные работы. Занятие происходит у нас три раза в неделю, или даже четыре раза в неделю. У нас здесь есть Александр, который, да, когда мы с Мариной отсутствуем. Александр проводит также мастер-классы и по речи, и по мастерству актура, поэтому работа идет постоянная». На премьере в Артёме глава края Олега Кожемяка назвал города без театров раковиной без жемчужины и пообещал, что Народные театры будут развиваться по всему Приморью. Анна Дьякова, Илья Тишкин, Новости на Восьмом.